Привет, друзья! Хочу снять маленький ролик и поделиться своей мыслью, своим, так сказать, субъективным мнением по поводу вывода первых весенних ранних маток. Я не понимаю тех людей, которые уже, сегодня 21 апреля, уже сделали закладку еще до этих похолоданий, до этой такой нехорошей погоды, которую нам преподнесла природа. Люди, уже есть люди, я знаю, которые заложили маточники, и у них не сегодня-завтра должны быть неплодные матки. Я просто хочу спросить, люди, что вы делаете? Пчеловоды, вы или с теорией очень вы не дружите, или с практикой у вас не так-то много опыта. Видно же, что понятно, что на эту погоду, на такую, никто не рассчитывал. И как раз вот сейчас время для вывода маток, для подготовки семей, семей стартеров, семей воспитательниц, подготовки пчелы. Но, к примеру, вот уже нам нужны матки, к примеру, на 20 мая, то нам уже сейчас нужно ставить в семьи воспитательницы, к примеру, кто выводит системами джентр или никот, нужно уже сейчас ставить в семьи эти системы для получения племенного, так сказать, материала. Но на улице реально сейчас, я не знаю, плюс 8, это еще более-менее. Но реально мы видим, что пришел циклон, и на пасеке вот сейчас, еще пару дней назад я собирал пыльцу, которую пчелы хорошо усиленно начали так собирать. Сейчас лежит снег, пчелы пошли чуть ли не в зимовый процесс. Я не знаю, как люди будут выходить с того положения, которые уже сделали закладки. Я еще пойму, там, Закарпаттия или южные регионы, когда у них температура чуть-чуть лучше. Ну, в центральной части, в частности, вот у меня я в Полтаве, Полтавская область, пасека на границе с Харьковской областью, у нас лежит снег, холодно. И, ну, в принципе, это такая сейчас ситуация по всей стране. И даже вот сейчас нужно делать закладки, ну, вот на этой неделе, с 20 по 26 число, чтобы получить, например, на 20 мая матки. Нам нужно делать некоторые операции. Ну, теперь тут такой вопрос у нас вырос. Что нам лучше? Нам лучше получить этих маток или, так сказать, погнаться за баблом, но при этом потерять в качестве, потерять во многом. Потому что это отразится на качестве маток, это отразится на дальнейшем, на покупателе. Так как, в априори, при такой температуре, при такой погоде, когда пчелы сидят в ульях, у них нету приноса на данный момент, пыльцы, нектара, воды. И пчелы сидят в ульях и просто не может быть нормального воспитания личин. Потому что на качество маток влияет много факторов. Температурный режим в ульях, температурный режим на улице, летная деятельность, состояние семьи. Да, я смотрел семьи, семьи неплохие, которые у меня еще изначально рассчитывались для вывода маток. То есть, они есть расплод, есть молодая пчела начинает выходить, есть даже трутень молодой, уже я видел, начинает выходить, есть трутень запечатанный. Но, как вот люди сейчас даже получают матки, примерно на 10-15 плодные матки, как они планируют делать облет маток? На чем эти матки будут облетываться? Реально, даже если будет полным-полно трутня в ульях, нету нормальной, стабильной температуры, теплой, которая комфортной для облета, для проигры, трудней и маток. И тут только приходится разводить руками и уже выбирать каждому, для кого важнее качество и свое имя, авторитет, или для кого-то просто важно струбить бабло и все, и уйти не бытие. То есть, так сказать, матководы однодневки, так сказать. Вот, как бы, такая у меня мысль. Я просто хочу к чему веду, что, пчеловоды, не надо гнаться за первыми ранними матками, особенно очень ранними. Да, каждый год разная погода, но в этом году уже видно, что не стоит делать закладки вот сейчас, потому что стабильной, нормальной, комфортной температуры еще не будет очень долго. И просто качественных маток вы не получите. Матковод получит матку, но некачественную. Если она облетится, облетится с одним, с одним, с двумя труднями, и, ну, это будет вообще, я не знаю, лучше подождать хорошей температуры, хорошей погоды, и пускай это будет на неделю больше, но это будут матки получшего качества. На данном этапе нам важен каждый день, нам важен каждый градус потепления, и нам важен принос пыльцы, нам все это важно. И если это всего не учитывать, то пчеловоды, которые хотят ранних маток, они их могут получить. Вывести не проблема, поставить тот джентера сейчас семью. Но, когда матка облетится, будет ли она хорошей, нужно поставить, в первую очередь, этот вопрос себе, и не подталкивать пчеловодов, матководов, чтобы они давали маток. Давали, давайте нам ранних маток. Кто, конечно, пренебрегает этим всем, может это все делать, но потом это все отражается на семье, на породе. Кто-то заказал породу вакфаст, кто-то там итальянку, кто-то, без разницы, степную, и потом он получает выведенную матку. Вот в условиях, как сейчас, в холоде, в нормальном кормлении, уходе, которое за матками не будет, он получит эту матку. Но потом в итоге весь сезон пройдет на смарку, человек не получит ни меда, ни нормального развития семьи, и он будет говорить, что это или матковод такой, или, ну, если на матковода он скажет так, то еще ничего, потому что матковод сам пренебрег всем этими, как бы, мыслями о том, что не надо выводить ранних маток. Это, в первую очередь, отразится на самой породе. Человек возьмет карнику, ну, от меня карнику, например, а потом скажет дакарника фуфло, или там степная фуфло, или карпатка фуфло. Он сделает это выводы не потому, что действительно это порода фуфло, а потому, что матковод просто вывел действительно не очень качественных маток. И потом, естественно, сложится очень впечатление о породе неправильное. Оно действительно неправильное, потому что, повторюсь, на качество маток влияет состояние семьи, наличие трутня, наличие комфортной температуры, погодных условий для облета маток. Потому что нас мы можем вывести хоть и большое количество маток, но не будет, будет вот такая погода, реально, не будет снега, но будет холодно, плюс 10. Да не полетит матка просто на облет. Она от трутни веет. Она, если где-то найдет какой-то, вылетит на пасеке одного трутня, трутень ее догонит, то на том все и закончится. Так что, я хочу подвести такой маленький итог. Пускай это будет позже, но это будут качественные матки. Не зря немцы те же самые, они не выводят майских маток практически. Я не говорю, что в целом, в основе, они выводят июнь-июль. Почему? Потому что, понятно, климаты разные и все такое, но они подходят к этому вопросу более прагматично, более скептически, более грамотно. Не то, что мы. У нас появился заказ на 20 маток и вау, все, у нас есть денежка, давай буду выводить маток. Ну, понятно, грамотные матководы, которые дорожат своим именем, они просто знают, что они делают, они знают, что они отсрочат на недельку вывод маток. Пускай будет это не 20 мая, пускай это будет 28 мая, но это будут хорошие матки, это будет, это отразится на их имени. Те, кто, конечно, матководы, которые считают себя матководами, может, я кого-то обижу, ну, извините меня, но в правде надо смотреть в глаза, то они сами себе, так сказать, роют яму. Вот сейчас ветер, и, я же говорю, к примеру, чтобы вывести матку на 20 мая, нам уже, к примеру, в понедельник надо с 24-го, 26-го числа делать прививку личинок. Как их сделать, я не знаю. Вот такое, как бы, видео получилось. Может, кто-то со мной, конечно, может быть не согласен, я не претендую на истину, это мое субъективное мнение, а каждый пусть решает сам. Просто я все больше и больше с каждым днем появляются много матководов, которые, ну, они, ну, не хочу обидеть, опять же, они просто теории практически не знают, не говоря о всех вот этих мелких нюансах в матководстве. Я не считаю себя матководом, но я к этому стремлюсь и, по крайней мере, стараюсь ближе к, так сказать, правильным методам вывода маток действовать, так сказать, по книжке, по книжке Рутнера, которой я пользуюсь и многим рекомендую. это Библия матководства, и ее, в первую очередь, те, кто считает, ну, хочет заняться матководством, это одни из первых книг, которые нужно прочесть, потому что там есть все ответы на все вопросы, и ничего нового не придумаешь. Кстати, друзья, для тех, кто интересуется матководством, для тех, кто любит читать литературу, буквально пару дней назад вышла вторая часть книги «Брата Адама», которую издал Денис Фадеев. Книга называется «Бакфаст. Пчеловодство в аббатстве». Бакфаст. Книга очень интересная, познавательная, много актуальных тем, таких как для вывода маток. Там поднимаются вопросы о выводе маток, о приеме маток, о подсадке маток, о выборе ульи, рут или дадан. Книга будет полезна как опытным, так и начинающим пчеловодам. Там много подчеркнуть можно для себя, много интересной, познавательной информации. Книгу можно приобрести в Дениса Фадеева. И, в принципе, я всем рекомендую приобрести и иметь в своей библиотеке, в своем архиве такую книгу. Вот такая ситуация. Абрикоса нет. Я не знаю, в моем где пасека зацвел абрикос на второй день, выпал снег, абрикоса не будет. Пчелую пыльцу, конечно, я не знаю, с пыльцой тоже проблемы. И пыльцоловители висят, и кто посмотрит, скажет, что за идиот. Пару дней я пособирал пыльцу, было неплохо, неплохой принос пыльцы. Теперь все это мы упускаем. И теперь будем пыльцу, когда восстановится погода, дам еще несколько дней пчелкам принести пыльцу себе, потому что они ее сейчас подъедят за эти несколько дней похолодания. И потом опять снова начнем собирать пыльцу. вот такое у нас состояние пасеки. Это снег уже немножко сошел, было около 15-20 сантиметров снега. Да, он ротает, но пчелке, конечно, не их жалко. Хорошо, что вот у меня карника, она экономная, меда после зимы осталось много. Я мед есть, посмотрел, они его активно переводят в расплод. В семье, которые я готовит под стартера, есть расплоды на рутовской рамке 9-10, есть даже семя, которую я открывал, 11 на 11 рамках расплод. И понятно, что не от бруска до бруска, но в перерасчете по полу рамки рутовской точно есть. То есть где-то больше, где-то меньше, в принципе нормально. Ну, все равно, пчелы еще на данный момент не вышли на тот уровень, не вышли на ту силу для вывода маток. Я не знаю, чтобы вывести маток, оказывается, вернемся, это надо сейчас сбивать семьи чуть ли не, я не знаю, из двух-трех семей, подсиливать, усиливать. И мне просто жаль тех маткарбов, которые вывели уже маток, которые я знаю завтра, послезавтра даже эти матки облетываются. У меня есть такой пример и я просто не знаю, не завидую этим матководам. Эти люди погнали за деньгами, бог им все судья и в принципе все, все точки расставятся над и сами по себе, потому что клиент, который получит этих маток, он естественно будет недоволен этими матками. Просто пчеловоды. Задумайтесь над первыми ранними матками, не всегда они хорошие, не всегда они качественные, при том, что не все матководы работают так, как надо, не все насыщают рутом, не все действуют по правилам матководства. Я просто это не выдумываю. У меня есть ряд знакомых, которые я знаю, как они выводят и что они выводят и как они вообще действуют. Ну, каждому тут, так сказать, будет, рассудят люди, покупатели и так далее. Вот такая моя мысль. Если я не прав, ставьте дизлайк. Если я немножко прав или вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я буду показывать еще много интересных видео. Это будет и вывод маток, и все процессы, которые происходят у меня на пасеке. Все. Всем желаю удачи. Не гонитесь за ранними матками. Все будет тип-топ. Погода наладится и у нас, и у вас, и у всех будет хорошо. Я всем желаю удачи. С вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока. Субтитры Субтитры